Вопросы взаимодействия с местной властью, коммунальными службами, проведения отопительного периода и текущего ремонта. Эти и другие вопросы рассмотрены на городском семинаре учёбе для руководителей организации собственников. Среди спикеров глава города Сергей Лободинский и председатель городского совета депутатов Николай Красовский. Сегодня товарищество собственников – это представители основной массы сегодня жилищного фонда, которая представлена в городе. И те вопросы, которые стоят сегодня как перед ними, так и перед нами, вот эти семинары помогают решать, так скажем, уже в практической плоскости те вопросы, которые возникают. По содержанию, по взаимодействию, по правильности ведения документа оборота, по выполнению административных процедур, которые сегодня требуются от товарищей собственников. По подготовке к осеннему и осеннему периоду жилых домов, для того, чтобы своевременно можно было подать и без проблем теплоносители. И ряд других вопросов, которые сегодня необходимо взаимодействовать, как с органами внутренних дел, это в плане паспортов, обмены и своевременной подачи, заполнение бланков. Ну и куча других вопросов, которые сегодня требуют, так скажем, обоюдо выгодного взаимодействия, для того, чтобы оперативно решались эти вопросы. В первую очередь, комфортно для наших жильцов этих домов. Среди проблемных вопросов, которые стоят сегодня, приведение документов организации собственников в соответствии с нормами действующего законодательства и надлежащие их оформление в дальнейшем. Замена лифтов и техническое обслуживание лифтового оборудования, ведение текущего ремонта, а также работы по закрытию мусоропроводов. Проблемными вопросами я бы назвал это вопрос аттестации профессиональной. Не все председатели, к сожалению, за период 20-23 год прошли профессиональную аттестацию. Кому-то она еще не нужна, то есть срок полномочий еще не истек, но тем не менее, достаточно большое количество председателей, которые требуются этой аттестации. Об этом мы будем говорить. Мы будем говорить о проблемных вопросах по подготовке к отопительному периоду. Также не все организации собственников своевременно и качественно проводили эту работу. Есть вопросы по обращениям граждан и такой, наверное, общий вопрос, который мы хотим сегодня донести председателям правления, это подготовка и проведение общих собраний. Как практика показала, что часто обращения граждан связаны с некачественным проведением общих собраний, либо вообще их непроведением. С плохой подготовкой этих вопросов, с плохой информированностью населения о тех результатах общих собраний, которые принимались в этих организациях собственников. Также будут разработаны механизмы регулярного взаимодействия между горисполком и организацией собственников с целью оперативного решения вопросов и обеспечения прозрачности процессов. Благоустройство, все у нас как бы идет хорошо, даже на сегодняшний день двор у нас полностью убран от снега, проезжие части почищены, крыльца, проходы, все вычищено. Это благодаря нашему дворнику. Мы каждый год участвуем в ходе благоустройства, занимаем вторые и третьи места. В этом году мне довели, мы заняли в этом году первое место. Ну, что еще хотелось бы сказать? Хотелось бы сказать, чтобы, ну, это работа с людьми. Всем никогда не угодишь. Но будем стремиться, чтобы с каждым можно было поговорить, объяснить ситуацию, довести до сведения, будем говорить, какие-то их проблемы возникают. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.